Дорогие друзья, всем привет! Подписывайтесь на мой Boosty. Только что загрузил очередную порцию эксклюзивных реакций на самых отмороженных инфоскамерш и самых махровых оленяк. Также на Boosty вы найдете отчеты с Азии с девочками без цензуры. Инструкцию по поиску и эксплуатации профессионалок тоже на Boosty сможете найти и многое другое. Ссылочка на Boosty в описании. Подписывайтесь обязательно. Также в описании вы найдете ссылочку на мой телеграм-канал. Туда я тоже рекомендую подписаться. А сейчас поехали! Энергетику, поддержку, любовь, опору, понимание. Это что женщина дает мужчинам? Уважение, честность, верность, доброту, юмор и самая главная жизнь. То есть, другими словами, ни у я вообще. То есть материального ничего. На секундочку, вот она конкретно жизнь партнеру не дала. А маму, ну мама, это мама. И да, маме можно и денег давать. Да, естественно. Да, но она не мама. Это просто, ну извините за выражение, ну просто паразитка, которая высасывает у тебя деньги тупо и все. Не давая в ответ вот просто ничего. Вообще ничего. Ну кроме этой штучки перманентно. И то не только тебе, еще и Ашопу, Асгену. Ну твоя очередь настала. Потом будет другого дурачка заносить бабло в обмен на пустоту. Деньги давай мужчинам. Деньги. Прям много пачками доллара, евро, рубли, пункты стерлинги, иены. Неважно. Бабки давай. И будут хорошие отношения. Следующий ролик. Вообще нельзя, недопустимо, чтобы мужчина жил на женской территории, чтобы женщина содержала. Вот абсолютно вредные советы. Предупреждаю вас, все эти инфокоучерши, психологини, ну то есть по моему оценочному суждению, мошенницы, шарлатанки, воровки, обманщицы, да, самозванки, они дают вредные советы с целью, да, чтобы женщины были максимально несчастны и снова приходили и заносили им деньги. Выдаю базу для женщин. Ты должна отдавать деньги мужчине своему, делая его обеспеченным. Это единственный ключик для современной, феминизированной, матриархальной, сильно независимой женщины, да, к счастью, ты делаешь мужчину обеспеченным своими деньгами. Вот так вот. А это плохие и вредные советы, которые разрушат твою жизнь и сделают тебя, милая, несчастной. Правильное отношение, это когда женщина приходит в дом мужчин. Неправильно. Когда мужчина содержит. Неправильно. Ты должна содержать мужчину. Иначе у мужчины уменьшается половой орган. Усыхание происходит, да? А вот тебя увеличивается. Это гениально просто. Здесь вы хоть мне что говорите, но это никогда не будет в здоровых гармоничных отношениях. Ну, потому что надо курсы бестолковые продать. Кому? Несчастным женщинам, которые послушают это и просто в значительной степени покалечат себе жизнь. Еще раз, милые дамы, ключ к вашему счастью, это ваши деньги, которые вы отдаете мужчине просто пачками. Зарабатываешь, как не знаю кто, и отдаешь мужчине, и тогда ты будешь счастлива. А этих всех не слушайте. Следующий ролик. Ты поняла, что не выставишь этот букет сториз, господи. Боже мой, ребята, вот зачем вы это делаете? Какие-то деньги им даете, какие-то букеты. Это она вам должна дарить. Деньги в первую очередь. Цветы пусть себя ставят. Деньги мужчине, давайте, милые дамы. Следующий ролик. Слушай, а что такого плохого в том, чтобы быть потребядью, как ты выразился? Я вообще не вижу ничего плохого в том, чтобы быть потребядью, потому что иначе как ты получишь то, что ты реально хочешь? И когда... Ну, например, ты пойдешь и заработаешь это. Сантехничкой устроишься, уборщицей, официанткой, я не знаю, бухгалтершей, таксисткой, водителем. Я не знаю, кем угодно. Огромное количество профессий, там, маляршей, штукатуршей, в конце концов. Мне кажется, у тебя к этому талант. Работать пойдешь. Может быть, даже инженеркой какой-нибудь там. Я прошу прощения за феминитивы, но чтобы это было более, так сказать, естественно, я так говорю специально. Да? Иди работать. Парень делает больше, чем ты ожидаешь. Это реально очень круто. Это идеальные отношения. Почему? Потому что пока он на этапе вот этого влюбления, пока он только... Это идеальные отношения с идеальной маляркой. Вам привыкает, вы получаете какой-то бенефит. Как только он влюбится, как только он поймет, что и вы в него влюбились тоже, он расслабит булки. Яркость в этих подарках, эмоциях, она, в принципе, испарится. Поэтому не надо стесняться. Мы не знаем, сколько продержатся эти отношения вообще в целом. Никто не дает гарантии. Но получить определенную выгоду с этого, да, пока вы только на этапе романтических отношений, ну почему нет? Это же очень круто. А где тут связь между романтикой и вот этим, как это правильно сказать для Ютуба, меркантильностью, скажем, да? В чем здесь связь? Как можно одновременно любить человека и его использовать? Как это вот умудряется? Я вот на самом деле не понимаю женщину, как это у них в голове помещается, вот эти две мысли. То есть я его люблю, значит, я ему желаю блага, я хочу о нем заботиться, я хочу, чтобы у человека все было хорошо, с одной стороны. И с другой стороны, я хочу его использовать, чтобы он мне как можно больше всего отдал. Как это вообще? Где тут романтика? Где тут отношения? Это не отношения, это и не романтика. Это чистой воды эксплуатация, притворство, меркантильность и холодный расчет. Вот очень жалко мужчин, которые, к сожалению, с пилоткой на голове живут и готовы вот ходить по свиданиям, там на 50 таких свиданий, на 100 таких свиданий к таким вот женщинам. Вот они никак не научатся, что просто не надо туда ходить, ну не надо за женщиной бегать, не на до. Захотел интима, пошел к профессионалкам, получил то, что тебе нужно, пошел заниматься своими делами. Все, такой мир, иначе будешь как дурак отдавать деньги, вот всегда, поверь мне, они потребят все, что угодно. Огромное количество денег, вот все твои силы, все твои вложения, бриллиант, все, что ты можешь вообще купить, все примут, спасибо не скажут, потому что это так и должно быть, потому что вот смотри, это типа так и должно быть, так и положено. Если тебе, мужик, понравился, нужно прямо подойти и сказать, мужик, ты мне понравился, прямо так и сказать, и все, и уйти. Теперь это его проблема, вот сам понравился, сам пусть и выкутывается. Да плохой совет, надо подойти и сказать, ты мне понравился, вот тебе бабло, я тебе буду платить за содержание 1500 в месяц, а ты лежи на диване, копи энергию, ночью будешь мне ее через степсель отдавать. Вот это вот толковый, правильный совет для сильной независимой женщины. А все эти его проблемы, это не для сильной независимой, это все вообще какой-то каменный век. Вы что, не прогрессивная, что ли, не, так не надо, прогрессивная, сильная, независимая женщина, она все обеспечит у любимого мужчины, который ей понравился, все ему даст и все будет нормально на 500%. Сейчас будет информация для мужчин, внимание, сливаю очень частую и распространенную женскую манипуляцию. Девочки, уж извините, но не надо обманывать. Когда мужчина начинает встречаться с женщиной, и она говорит, я такая самодостаточная, я хочу работать, я хочу развиваться, да. И все идет хорошо, они женятся. Мужчина думает, вау, я нашел себе равноправного партнера, но не тут-то было, такая же... Вау, да, я нашел, вау. Мужчина выходит замуж, рожает ребенка, и какая там работа, боже, я вас умоляю, все, дом, пеленки, борщи. И мужчина такой, а... Все, лошок-то, попался на крючок, никуда он теперь не денется. Как бы, в смысле, мы так не договаривались? И, к сожалению, очень часто такие пары могут разводиться. Мораль этой басни такова, не надо никого обманывать, всегда договаривайтесь на берегу. Не хотите работать, так и скажите. Ну, если не обманывать, то денежка-то не получится заработать, как говорится. Обмани ближнего, не забудь дальнего, принцип жизни подавляющего большинства современных женщин. Если она не будет манипулировать, не будет мимикрировать под нетокусю, которых, как известно, не бывает, то кто, собственно, ее возьмет-то, дурачок-то тогда не найдется, олень обеспечен. И она будет вынуждена действительно всю жизнь работать и быть сильной, независимой, и сама себя обеспечивать. А женщины, как известно, это, к сожалению, очень не хотят, ну, большинство женщин, скажем так, большинство. Ой, девчонки, сегодня настроение такое романтическое. Хочется вечером с мужиком посмотреть фильм. Посоветуйте мужика, пожалуйста. Выходишь на улицу, подходишь к первому попавшему мужчине и говоришь, молодой человек, вот вам денежка, составьте мне, пожалуйста, компанию. Уверен, большинство согласится. Только предлагать надо побольше денежки, побольше. Впрочем, мужчинам я могу сказать, что надо быть очень-очень осторожным, применять спецодежду, потому что кабучу не вышло, а то потом денежка-то может она быть, а потом Алике-то придется отдать тысячу раз больше, не дай боже. Вот так вот берегите себя и будьте счастливы. Продолжение следует...